Сегодня молот будет дробить, лень и усталость каждого, кто это увидит. Оставайтесь с нами. Я готов повысить температуру окружающего воздуха на пару градусов. Сегодня в продолжение темы о тренировке с минимумом оборудования, об уличной тренировке, о тренировке вне зала. Сегодня в программе. Шина, кувалда, гиря весом 32 кг. Сегодня я выполню такой комплекс выходного дня. 21.15.9 из ударов кувалдой по молотку, подъемы гири в сет и транспортировка покрышки на 20 метров. Будет выглядеть это как? 21 удар с правой руки, 21 с левой. 21 взятие в сет, гири. Транспортировка покрышки 10 метров в одну сторону, 10 метров в другую. Потом то же самое по 15 и то же самое по 9. Смотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 не по-своему в общем я семь лет проработал шахту самой настоящей угольной шахты на глубине 600 даже грязно плотно долго это бесценный опыт во многих аспектах не только в битье кувалдой кувалдой я набился от души поэтому семь лет тренировок не забывается все эти семь лет я тренировался я соревновался в эти семь лет я выиграл четыре или пять раз чемпионат украины я поставил рекорды украины во всех четырех движениях приседания в жиме лежа в тяге в сумме движения поэтому когда человек говорит мне я устал на работе и не могу тренироваться вы можете меня понять я ему не верю я тяжело работал в шахте я тренировался я ложился спать мой отпуск я использовал для поездки на соревнования никакого моря соревнований потому больше выхода зайти какого не было так что не смешите меня своей работой ребята сидя он и местом на стуле с 9 и до 16 или у небеса до 18 вы не устанете настолько чтобы не пойти на тренировку в небо и я через это прошу а еще был вопрос задал мне андрей тоже у нас зашел разговор о шахте и как обычно он сказал о как это все получилось и как я туда выбрался выбрался я оттуда таким вот образом замечательным я шел с работы летом футболки трюк-цаком шел себе спокойно с остановки автобусной домой останавливается около меня иномарка вылазит чувак такой подкачаны говорит ты спортсмен я сразу подумал а разряды есть я думаю что-то как-то подробно интересуется есть выиграл соревнования это было раз с десяток а не хочешь тренерскую деятельность переместиться я чудо работая семь лет шахта я не вообще не понял вопрос он как потом выяснилось очень мудрый тренер опытный руководитель и по совместительству очень хороший человек с которым я дружу до сих пор хотя мы это фитнес-директор нашего клуба вадим вадюшин и вот он без уговоров и давления дает визитку и будет время позвонить я пришел домой переночевал с этой мыслью с утра позвонил и уволился с тех пор уже прошло больше семи лет поэтому ему спасибо сейчас я тренер с тех пор я очень много всего выиграл вот такой вопрос о битье кувалдой шахта кувалда вадим и теперь я просил да вопрос по поводу музыки да вопрос по поводу музыки весьма актуален музыка очень стиль сильный стимулятор очень сильно так сильно как музыка стимулирует нервную систему мало что есть поэтому мой вам совет тренироваться под разным или что лучше тренироваться без я встретил статью в которой лукас паркер говорил именно об этом он сказал что я люблю классическую музыку мне нравится ее слушать мне нравится под нее тренироваться но никто мне не включит на соревнования поэтому чтобы не быть дезориентированным без своей любимой музыки тренируйтесь под разным тренируйтесь без музыки без музыки не стимулируйте себя лишний раз моим подопечным когда кто-то во время тренировки вспоминает о музыке я говорю добавьте музыка исчезнет музыка это музыку ты слышишь за 15 минут до начала комплекса за две-три минуты если ты действительно растешь в кроссфите если ты действительно настроился на рост за две минуты до комплекса музыка для тебя важно исчезнуть ты уходишь в себя любой спортсмен который любит свое дело который любит тренироваться которому это нравится любит расти он уходит уходит в тренировку уходит в тренировку как медитацию поэтому не должно быть музыки и в лифте музыку вот именно когда в лифте на именно на подходе тебе выключают музыку конечно вы можете подумать что это делается сугубо для того чтобы ты слышал команды судьи но не она может быть это но так уж повелось что в момент финального напряжения ты поднимаешь в абсолютной тишине на тренировке у тебя музыка гремит в ушах постоянно ты снимаешь стану со стоек ты приседаешь ты встаешь ты прилагаешь максимальное усилие в этот момент у тебя долгит музыка в ушах ты выходишь на помост ты снимаешь штангу со стоек штангу огромного веса музыка исчезает на тебя смотрят смотрит сотня глаз на тебя смотрят три суди тебя не должно это волновать ты в тишине ты собран ты наедине со штангами не должно быть с тобой больше никого и какой музыки никаких замечаний криков ничего никакой суеты внутренней и внешней ты наедине сам с собой ты выполняешь работу которую ты умеешь хорошо выполнять выполняешь работу которая тебе нравится не должно быть никого есть ты есть штаны тишина действительно стимулирует стимулирует дает тебе собраться дает тебе остаться наедине со своим усилием ничто тебе не мешает и что тебя не отвлекает ты сильный человек ты тренируешься ты соревнуешься ты растешь тебе не нужны стимуляторы твой главный стимулятор здесь мозг настрой себя подними больше чем ты поднял вчера будь сильным будь без внешнего воздействия вот она роль или антироль музыки тренируйтесь в тишине поэзии 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павел. Фениш. Ростово. Как, а не холодно? Не, не холодно вообще. Все, херня, взять я в сеть тяжело. Контролировать, говорю. Во-первых, я это резко делаю. За тело гирю держишь. Под плечи уставить. А так ничего, нормально. Если по асфальту тащил, было бы тяжелее. Но тащить легче. Но ноги скользят. Поэтому так себе. В общем, не скажу, что было очень сложно. Тоже, опять же, на подышать. Чисто подышать. Ну, нормальный комплекс. Оборудование несложное. Шина, кувалда. Гиря 32 килограмма. Все вполне изобретаемо. Вполне. Поэтому, вот вам, пожалуйста, нехитрая, уличная, домашняя тренировка. Гиря, кувалда, шина. 10 минут отличной разминки. Несложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова